В последнем видео мы начали разбирать вот эту задачу. Здесь сказано, что ω — комплексный кубический корень из единицы, и ω не равно единице. И мы нашли все кубические корни единицы. Один из них, как мы знали, — единица. Мы разложили это кубическое уравнение на множители здесь и нашли другие кубические корни единицы. Это были минус 1 плюс минус корень из 3 на i делить на 2. А в задаче сказано, что ω равно комплексному корню из единицы. Мы использовали это и приравняли ω вот к этому. Затем мы взяли ω, нашли ω в квадрате и поняли, что оно обратно вот этому. Просто знак сменился на плюс. Итак, мы нашли ω в квадрате. Здесь я просто терял время, потому что мы уже знаем, чему равно ω в кубе. Мы ведь знаем, что ω — кубический корень единицы, то есть в кубе оно равно единице. Но все-таки не было лишним пройти этот процесс. Мы, конечно, уже знали, что ω в кубе единица, но теперь ясно, что ω умножить на ω в квадрате равно единице. Это прояснило ситуацию, и мы используем это в следующей части задачи. Итак, ω в первой степени равно минус 1 2 минус корень из 3 на i делить на 2. Омега в квадрате равно минус 1 2 плюс корень из 3 на i делить на 2. И ω в кубе равно единице. Я коснулся этого в предыдущем видео. Чему же равно ω в четвертой степени? Омега в четвертой степени равно ω на ω в кубе, то есть снова равно ω. То есть вот это будет равно ω в четвертой степени. Омега в четвертой степени равно ω в первой степени. А какая пятая степень? Это будет равно ω умножить на ω в четвертой, то есть ω на это. Получаем, что это тоже самое, что и ω в квадрате. Вот это равно ω в пятой. А чему равно ω в шестой? Это тоже самое, что ω в кубе возвести в квадрат, то есть единица. Итак, вот это равно ω в шестой. Или можно сказать, что это равно ω в пятой умножить на ω, и это тоже равно единице. Я возвел ω в шестую степень, потому что в задаче сказано, что мы бросаем кубик. А у кубика — шесть сторон. Значит, у нас будут значения от 1 до 6. Мы будем возводить ω в степени от 1 до 6 и смотреть, не равно ли это выражение нулю. И мы находим вероятность того, что это выражение равно нулю. Запишу это. Притом мы используем только те ω, которые нашли, потому что нам сказано, что это один из комплексных кубических корней единицы, не равный единице. Итак, нам нужно найти вероятность того, что ω возвести в первое значение с кубика плюс ω возвести во второе значение с кубика плюс ω возвести в третье значение с кубика равно нулю. Это нам нужно выяснить. Чтобы выяснить это, нам нужно понять, какие комбинации степеней ω в сумме дадут нам 0. Как мы можем сложить их и получить 0? Если взглянуть, то можно понять, какие значения подойдут. Если я, например, возьму это, то единственным способом получить 0 будет прибавить к нему это и прибавить вот это. Я покажу. Если я беру минус 1 вторую минус корень из 3 на и делить на 2, прибавляю к ней минус 1 вторую плюс корень из 3 на и делить на 2 и к этому прибавляю 1, то что же я получаю в результате? Что выходит? Итак, это и это пропадает. Минус 1 вторая минус 1 вторая равно минус 1, а минус 1 плюс 1 равно 0. То есть вся задача сводится к тому, чтобы найти вероятность того, что нам попадется по одной из этих степеней ω. Или, если выразиться другими словами, какова будет вероятность того, что… Первое слагаемое будет возведено в первую или же в четвертую степень, то есть r1 равно 1 или 4. В этом случае первое слагаемое равно ω. Второе слагаемое должно равняться ω в квадрате или этому значению, а третье — единица. Итак, r2 равно 2 или 5. Тогда r3 равно 3 или 6. r3 — это 3 или 6. Сейчас я постараюсь объяснить вам понятней. Мы можем менять это местами. Есть всего 6 способов поменять их местами так, чтобы одна из степеней была равна 1 или 4, а другая — 5 или 2. И ещё одна была 6 или 3. Есть 6 способов сделать это. Вы можете расписать их или умножить 3 на 2 и на 1. Но подумаем об этом позже. Если нам нужно, чтобы одно слагаемое равнялось этому, другое было равно этому, а третье — этому, то какова вероятность этого? А потом мы умножим это на 6, потому что есть 6 способов поменять слагаемые местами. Сделаем это. Итак, какова же вероятность? Вероятность того, что r1 равно 1 или 4 — это 2 случая из 6, то есть 1 3. Вероятность того, что r2 равно 5 или 2, тоже равна 1 3. Тоже 2 случая из 6. Вероятность, что r3 — это тройка или шестёрка, тоже равна 2 случаям из 6, то есть 1 3. Итак, вероятность того, что одно слагаемое равно этому, другое этому, а ещё одно равно 1, будет 1 27. Итак, вероятность 1 27. И я уже говорил, что у нас есть 6 возможных перестановок. Ровно 6 возможных перестановок. У нас 3 значения, и мы помещаем их в 3 места. На первое место можно поместить 3 значения, на второе остаётся 2 значения, и только одно значение на третье место. Получаем 3 умножить на 2 и на 1 из способов переостановки. Мы можем переставить это 3 умножить на 2 и на 1 разными способами. Получаем 6 разных расположений. Вероятность каждого из них — 1 27. Итак, искомая вероятность — это 6 способов расстановки, то есть 6 способов расставить слагаемые, и вероятность каждой расстановки — 1 27. Итак, это равно 6 27. И если мы разделим числитель и знаменатель на 3, мы получим 2 9. Готово. Надеюсь, было понятно. Вероятность того, что ω в степени r1 плюс ω в степени r2 плюс ω в степени r3, где r1, r2 и r3 — числа на правильном игральном кубике, и вся эта сумма равна 0 2 9. Мне кажется, это была очень интересная задача. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok